Здравствуйте, товарищи зрители! Вы знаете, это видео я советую посмотреть всем людям, вне зависимости от того, есть у них камни или нет, потому что камни у людей, у кого они есть, тоже не всегда были, и они как-то сформировались, так вот надо знать причины. И вот я об этом расскажу вам о причинах, как не допустить образование камней, как лечить, то есть растворить камни, это тоже отчасти, возможно, либо полностью, какие надо сдавать анализы, каковы условия и предпосылки к образованию камней, что можно есть, а что нельзя, и как простыми, народными, доступными средствами можно растворить камни, а какие, чуть сложнее. Об этом сейчас я вам и расскажу при этом и кратко, и подробно. Итак, бывает четыре типа камней в почках. В основном оксалатные, самые сложно растворимые, кстати, часто даже невозможно растворимые камни, как некоторые врачи говорят, и уратные камни. Вот эти две группы из четырех, это 95% всех камней. Причины образования, это нарушение оттока мочи, застой мочи и повышение концентрации при этом солей, которые по разным причинам откладываются в осадок, то есть кристаллизуются. А это очень опасно, так как такая кристаллизация, образование камней может привести к гидронефрозу, к повышению давлению в почках и в результате к потере почки. Не допускайте образования камней. Оксалатные камни, это оксалатные соли щавелевой кислоты. Причина, не надо есть щавель, ревень и все то, что содержит щавелевую кислоту в вареном виде. При варке эти вещества кристаллизуются и уже выпадают в осадок. Я подробно об этом объяснял в своих соответствующих видео. Кстати, ссылку я оставлю в описании, как и на видео по преобразованию из органических форм минералов в неорганические после и при термообработке. Посмотрите потом. Кстати, при оксалатных камнях падает концентрация лимонной кислоты. В крови, в моче это очень характерная зависимость. А дело в том, что лимонная кислота конкурирует в борьбе за кальций. Откуда все эти соли берутся, а в кровь откуда попадают они с кишечника, оттуда из нашей пищи, которую мы с вами едим. Причиной кальцификации может быть повышение концентрации кальция в крови. И это бывает при проблемах с щитовидной железой. Надо сдать анализы. И или часто по причине дефицита витамина К2. Потому что как раз витамин К2 удерживает кальций в костной системе и не дает поступать излишнему кальцию в сосуды. То есть, если витамин Д3 помогает проводить кальций в костную ткань для усвоения, то К2 не дает вымываться кальцию. Эти два витамина в наши дни принимать надо обязательно. Я рекомендую вам посмотреть мои видео про липосомальные формы витамина Д3, витамина К2. Уратные камни формируются, если pH мочи кислая ниже 6. Как правило, это происходит, если у человека избыток белка в крови, значит, в питании. Ну, проще говоря, он любит есть мясо, да еще несколько раз в день что-то животного происхождения. При этом, а также формируются уратные камни при недостатке в питании растительной пищи, особенно зелени, живой зелени. И, внимание, при дефиците магния. Магния содержится в той пище, которая зеленая на цвет, то есть в зелени. Зелень почему зеленая? Потому что там хлорофилл пигмент, благодаря которому на свету идет процесс фотосинтеза с образованием органических веществ. А за счет чего пигмент зеленый? За счет магния. Фосфатные же камни формируются из-за инфекции. Например, синегнойной палочки, кишечной палочки и калипсиеллы. Если что, будете знать, какие анализы нужны. Кстати, при данном виде камней возникают, как правило, пилонефриты. Какие же надо делать исследования? УЗИ все подумают. Нет, дорогие товарищи, УЗИ не всегда определяет камни менее 5 миллиметров. Это должен быть очень хороший специалист и очень хорошее оборудование. Если сантиметровый камень или там плюс-минус, да, покажет. Так вот, нужна компьютерная томография, знаете это, без контраста, конечно. Это точная методика. Плюс к тому, анализ на транспорт солей надо сделать. Тогда вы точно будете знать состав солей, с чего камень, чтобы знать, как лечить правильно. Какой здесь надо сделать вывод, помимо очевидных? Ну, так скажем, главный. Помнить надо главное. Если пить мало воды, то тогда формируются условия к образованию любых камней. Второе. Надо снижать концентрацию мочевой кислоты, чтобы убрать условия образования камней. Разбавить эти соли, эти продукты метаболизма. Как? Надо снижать излишнюю массу тела, у кого она повышенная. И, конечно, надо пить воду. 2-2,5 литра в день. И глупости говорят те, что воды не надо много пить и так далее. Организм сам знает, не всегда сам знает. И если есть камни, и если есть предрасположенность к камне образованию, это просто необходимо. Потому что это простая физиология и биохимия. Снижаете концентрацию мочи, убираете застой и повышенную концентрацию солей в моче. Значит, снижаете образование камней. Воду желательно пить. Не только, конечно, химически чистую, что безусловно, там без примесей хлора и прочей гадости. И не жесткую воду, без солей жесткости, безусловно. В идеале осматическую, систему осмоса поставить. Но в идеале водородную воду. То есть с избыточным количеством молекулярного водорода в воде. Почему? Потому что это и противовоспалительная, так как антиоксидант мощнейший. Эта вода самая активная. Она в метаболических всех функциях задач в организме, в клетке, в каждой будет участвовать. И выводить продукты метаболизма быстрее гораздо, чем просто обычная вода. Энергия, силы организма не будут тратиться на перестройку, на изменение физико-химических свойств воды. Ведь внутри каждой клетки нашего организма и межклеточном пространстве вода обладает определенными физико-химическими свойствами. Я вам очень советую посмотреть два моих последних видео на эту тему. Это очень важная, пожалуй, тема воды номер один. Посмотрите, ссылки оставлю. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд. И сделайте хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. Так вот, АПХ мочи должна быть в идеале 6,2-6,8. Камни, чтобы вы знали, могут быть не только в почках, но и везде. Даже отчасти, но в ином виде, скажем так, но по сути, на сетчатке глаза у кого катаракта. Или во внутреннем ухе, это когда звенит в ушах, в сосудах, когда есть атеросклеротические бляшки. Ведь там не только холестерин, но и каркас для этого холестерина в виде арматуры, которая представляет из себя как раз соли кальция. И даже в мозге, скажем, при болезни Альцгеймера. И даже в желчных камнях, там тоже холестерин плюс что? Плюс кальций. Еще раз, нарушение метаболизма кальция возникает при дефиците витамина D3, и главное, при дефиците витамина К2. Бывают камни кальциевые и в миндалинах, да, собственно, везде. И вспомните для старых зрителей, говорю еще раз, кипяченый чайник с водой. Если, конечно, вода там не дистиллированная, что будет? Осадок кальция, отложение кальция в виде осадка. То есть что? Вода, если тем более вы ее кипятите, должна быть лишена солей жесткости, то есть кальция, магния и так далее. То есть вода должна быть в идеале осматическая, нулевой жесткости. А пища преобладать хотя бы, преобладать в рационе питания, не вареная, не жареная, а живая растительная пища. Но что общего у всех людей, у кого есть, были камни в почках? И не только в почках на самом деле, а вот что, микробы. Да, почти все люди под 98%, те, у кого камни в почках есть, в этих камнях внутри есть особые бактерии, так называемые нанобактерии, ну, определенных видов. Эти нанобактерии едят, усваивают как бы кальция из кровотока и создают так называемые конгломераты апатитов. Это соединение условно, примитивно говоря, кальция и фосфора. По сути, домики, защиту, панцири для себя. А кто принимает антибиотики по разным причинам? Вот антибиотики, антибио против бактерий, они, в общем-то, были изобретены и до сих пор применяются. Так вот, микробы больше начинают выделять биопленок для своей защиты. А про биопленки вот эти и бактерии специфические я в двух видео своих говорил, когда говорил про атеросклеротические бляшки, вот недавнее мое видео, очень важное, и про зубы, зубные налеты и так далее. Кстати, когда камни людям раздрабливают ультразвуком, возникают инфекции. Врачи-то знают, поэтому назначают, что антибиотики в этот период. А почему это происходит? Дело в том, что из своих убежищ, когда они ломаются, я примитивно говорю, но суть ясна, выходят в среду окружающие эти миллионы нанобактерий и могут попасть и вызывать очаги воспаления где угодно, поэтому врачи назначают антибиотики. Но антибиотики приводят к тому, что и бактерии становятся крепче, и рассядутся в других местах. И это, конечно, иногда нужно, потому что надо решать 7-минутную задачу. Но можно ли обойтись без антибиотиков? Да, врачи просто рисковать не хотят и ответственность на себя брать. Лучше, конечно, самое сильное, природное в этом смысле средство, это чеснок, причем два в одном. Ведь чеснок и желчегонное средство, а это важно, чтобы желчь выходила, так как эти бактерии тормозят желчевыведение. И природный антибиотик, чеснок. Ну и можно применять еще дополнительно какие-то специальные специфические травы. Да, и в зубных налетах, как я говорил, тоже находят эти бактерии, и в сосудах, где холестериновые бляшки тоже. Но какое видео посмотреть, я вам уже сказал, и ссылки я оставлю под этим видео. Посмотрите непременно. Все эти бактерии очень устойчивы к разным факторам борьбы с ними. Нашей иммунной системе трудно их увидеть, распознать. Но она их все же видит порой. Но часто, когда организм начинает в виде разных лейкоцитов с ними бороться, а победить не может, и потому организм постоянно выделять начинает эти антитела, то так могут возникать аутоиммунные реакции и болезни различные. Как же побороть, растворить эти кальциевые бляшки и подавить бактерии? А это различные цитраты. Например, сок лимона. Один-два лимона в день, вернее сок этого объема, на два-три стакана воды, пожалуйста, можно пить через трубочку. Это полезно и польза огромная. Причем это надо делать перед едой. Можно принимать яблочный уксус, как я говорил во многих своих лекциях. Одна столовая ложка натурального яблочного гостовского уксуса на треть стакана воды, минут за 5-7 до еды, теплой воды. А на ночь принимать яблочный уксус полезно по нескольким причинам. Первая, уже поняли вы. Вторая, главная причина. Уровень сахара в крови будет снижаться, причем утром, это можно проверить, делая так вечером и не делая, то есть потребляя уксус нет, а вот утром анализы явно покажут уменьшение сахара от обычного вашего. Плюс лучше будет работать желудок. Токсины при любом лечении, тем более устранении этих бактерий, лучше всего сорбировать, поглотить гелем с сорбентом, с хитозаном, который еще и восстанавливает кишечную микрофлору. Это делается на ночь и утром. Ссылки оставлю. Как я уже говорил, пить водородную активную воду или хотя бы просто чистую воду осматическую для профилактики камнеобразования. Потреблять цитрат калия можно, от биопленок это помогает. Скажем, курсами месяц пить, две недели не пить. Можно потреблять цитрат магния дополнительно. Таким образом вы тоже уменьшите процесс камнеобразования. Кальций надо получать из зелени, из растений. Да, в зелени, как говорится, не только магний, там и кальций есть, причем в органической форме, что принципиально иное, нежели неорганическая форма существования минералов. Но помните, важно принимать витамин D3, сейчас у всех его дефицит, и витамин К2. Что касается магния, самый лучший вариант его, это синтез, симбиоз с фулевовой кислотой. Не путайте с фолиевой кислотой, витамином В9. Я говорю о фулевовой кислоте. Видео о ней, посмотрите, ведь это решение многих проблем. Это по сути 5 в 1. И вот есть фулевая кислота с магнием. Ну что ж, дорогие товарищи, я полагаю, что много важного вы подчеркнули из этого видео. Вы поняли, что нужно делать, как быть, как жить, чтобы позаботиться о профилактике, и чтобы растворить камни, когда это можно, и по крайней мере сделать так, чтобы даже оксалатные камни точно, гарантированно, не увеличивались в размерах. И тогда вы сможете не только без операции обойтись, но еще и предотвратить очень серьезные последствия в виде даже гибели почек. Советую вам это видео пересмотреть, законспектировать, и обязательно посмотреть те видео, которые я рекомендовал вам. А ссылки на все эти видео и нужные препараты я вам оставил под этим видео. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще 2 минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы 2 раздела. Отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет. Измеряйте среду обитания. Ну, где вы живете и работаете. На радон, радиацию, электромагнитное излучение. И себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее. Под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания.